Роспись меловой доски всегда начинается с разметки мелом. Картинка или текст все равно начинается работа с меловой разметки. Обратите внимание, что я макет перерисовываю вверх ногами. Это не видео перевернуто, это так и есть на самом деле. Есть такая техника у художников. Когда ты работаешь с простыми формами, то автоматически рисуешь их так, как ты привык, а не так, как нужно, чтобы точно передать картинку. Это же у нас не просто огонек, это же фирменный символ. Он должен точно совпадать с изображением на вывеске, на визитке, в меню и так далее. Но если знакомые формы перерисовывать вверх ногами, то получается точнее. Это касается простых форм прежде всего, таких как облако, огонь, овал лица и так далее. Кроме того, чтобы наметить будущие контуры, у меловой разметки есть еще одна важная роль. Выводя линии мелом, я репетирую движения, которые потом буду делать кистью с краской. Со стороны может показаться, что я просто провожу мелом по одной и той же линии. На самом деле я как бы тренирую эти движения, и потом во время росписи они получатся у меня более точными. Пару слов про леттеринг. Буквы не получится нарисовать. Чем бы вы их не выводили, буквы нужно писать. Их нужно конструировать так, как они обычно пишутся широким пером, плакатным пером или широкой кистью. Особенно рукописные шрифты. Кстати, для понимания рукописных шрифтов важно знать, что широкие линии – это линии вниз, а тонкие линии – это линии вверх. Если вы попробуете имитировать рукописный курсив, то имейте в виду эту особенность. Кисточки для росписи. Кисточки я чаще всего использую Pinox. Это плоские кисти с длинным ворсом. Они, кстати говоря, появились всего пару лет назад. До этого никто в России не выпускал такие кисти. Поверьте мне на слово, я бы знал. Потому что длинный ворс приходилось заказывать из-за границы. Это серия Pinox Oro Rosso. Там немного размеров. Буквально что-то типа 8, 10, 12, 16. Но для большинства задач их хватает. Хотя, если было больше размеров, было бы, конечно, еще лучше. Вот что я еще хотел показать. Для росписи, особенно для леттеринга, недостаточно просто макнуть кисточку в краску. Посмотрите, как я макнул кончик кисти в краску. И вот краска заполняет ворс и ползет вверх по волоскам. С другой стороны будет еще лучше видно. Для росписи и для леттеринга важно не просто макнуть кисточку в краску. Надо наполнить кисточку краской. Чтобы весь ворс превратился в рисующий инструмент, заполненный краской. А не просто в палочку, которую макнули в краску. Рисуем одним длинным, ровным, уверенным движением. Настолько, насколько хватает краски в кисточке. Вот, кстати, для чего ее нужно заливать, заполнять краской. Сначала длинными, ровными движениями отвожу контур. Потом закрашиваю пространство. Замазываю, в этом нет ничего сложного. Главное равномерно замазывать, чтобы не было потеков и капель. Вот я попросил человека поснимать со стороны, чтобы показать вам, что одна линия контура – это одно движение. Не прерывистые штрихи, а одно ровное плавное движение. Тогда контур получается без заусенцев и без уголков. А этот кусок видео как раз о том, что нужно понимать строение букв, чтобы их правильно нарисовать. Широкая линия, то, о чем мы говорили, идет вниз. Тонкая линия идет вверх. С тренировкой это понимание приходит. Чередование линий становится привычным. И округлые линии тоже получаются увереннее. Первый слой белой краски положили. Это у нас грунт. Далее рисовать удобнее вертикально, поэтому я ставлю гарифельную доску в вертикальное положение. Второй слой на цветных частях логотипа будет сделан в цветах пламени. Для этого сначала покрываю базовым красным. А на него сверху размазываю желтые и оранжевые оттенки, которые становятся вот такой имитацией пламени. Пока сохнет красный и оранжевый его оттенки, я еще раз забеливаю те части вывески, которые должны остаться белыми. Второй слой белил очень хорошо выравнивает цвет. И вот у нас почти готовая работа. Размер меловой доски примерно 1,70 на 2 метра. Вот так вручную рисуются вывески. Все занимает примерно часа 2-3, но это уже зависит от вашего мастерства. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте в комментариях. Все, чем смогу помочь, постараюсь рассказать. Субтитры создавал DimaTorzok